Валя, так будет гораздо проще. Просто прострочить и потом заговорить. Извините за такой вопрос, вы не будете нам на какое-то время дать зажигалку. Это очень давно, так было интересно. Подходили волонтеры очень давно и меняли. Да, если я не ошибаюсь, можно взять такую. Все как хорошее, позабытое стало. Детям дать белые подставки. Возьми сумку. О, это хорошо, да. Одно время было, помните, с яблоком? Вот так. На белом фоне, если даже розовой нишке, будет очень красиво. Раз на свечку. Ты ему израсходишь там. Не ожидаю. А где я тебе свечку возьму? Таня, Таня. Можете свечку не ставить? Таня, порасти. Свечку обжигать кончики. Поняла? Потому что они торчатся. И три. И три. И три. Так, ты, Маша, двигайся, потому что сейчас придут к тебе еще на помощь. Что придет? Вот так раз. Угу. Прошлась хорошая с двух сторон. Вот это вот. Берите, сшивай боковые жидки. Могу всем сошить. Кто не может пользоваться с обеихой, прочитесь. С двух сторон. Знаешь что, чтобы не затушить ее, старайтесь ее вообще не сшить, а вот так вот по верху. Над огоньком. Не за... Над этимком. Она равняется. Итак, девочки, старайтесь не над огонечком. Не-е-е-е-е-е. Да, субботу шалишь. А вот еще одна машиночка. Так, вот здесь субботу, да, вы знаете? Это неважно. Там, везде есть. Очень с собой. Серьезно? У меня нитку тянешь? Сегодня акция всемирная. Откажись от пакета пластикового. Мы все знаем, особенно те, кто в сетях находится, видят, насколько сейчас это очень глобальная проблема. Просто мир тонет в этом пластике. И мы хотим научить детей любить свою страну, любить свой город, любить свой мир. И вот сегодня мы тоже поддерживаем эту акцию. Сегодня мы решили организовать такую, видите, мини-фабрику швейную. Мы хотим начать шить сумки, эко-сумки для того, чтобы... Естественно, чтобы отказаться от пластикового пакета, должна быть какая-то альтернатива. И мы будем шить с детьми эти сумки для того, чтобы потом предлагать людям заменить пластиковый пакет на тряпочную сумку. Нам хочется, чтобы это было и красиво, и практично. Сумка у нас из ткани дна, плотная будет. А внутрь у нас будут еще мешочки дополнительно, чтобы можно было заменить и маленькие пакетики. Распределить там либо продукты, либо какой-то товар в эти мешочки. Но я надеюсь, что это будет практично. Мы стараемся сделать это так, чтобы это было не одноразовое использование, а надолго. Сегодня это у нас первый такой сбор. Мы надеемся это дело продвигать. У нас планируется акция в Ашане. Там, где мы будем эти сумки предлагать взамен на какой-то товар. Так как у нас благотворительный фонд, мы нуждаемся в поддержке, в помощи. И мы будем эти сумки обменивать на список каких-то наших товаров или какие-то продукты, быть может, для детей. Честно говоря, вот эта сумка сегодня пошьется, будет моя первая. Но я очень хочу, я горю этим делом. И действительно, мы к этому стремимся идем. Здесь люди собрались, взрослые волонтеры. Пришли по собственному желанию. У кого есть машинка, кто умеет это дело, сам поучаствовать и детей поучить. И все люди, это я на 100% говорю, кто здесь находится. Все горят этим делом и очень переживают за наш мир. А машинки принесли с дома, так? Да, это каждая хозяйка здесь со своей машинкой. Мы здесь шьем эко-сумки. Эко-сумки, которые заменят... Должны заменить целлофановые пакеты. Ну, сейчас мы знаем, что такое загрязнение из-за этих пакетов, может быть, катастрофа экологическая, и она уже сейчас есть, да, катастрофа. И поэтому мы решили вот такое провести. Вот у нас есть Танечка наша, она директор нашего центра. И вот это решение такое мы проводили совместно. И мы шьем эти сумочки для того, чтобы их раздавать и прокомментировать, снова вернуться к этому многоразовому. К тому, что можно использовать много лет. Их можно стирать. Они очень прочные, мы шьем их хорошего качества. И заодно мы обучаем наших девочек, которые приходят к нам в центр, где это дети нашего города. Мы ее и хотим учить их шить. Хотим сделать сразу два дела добрых. Мы воспользовались таким случаем. Надеемся, что пройдет это все очень хорошо. А где планируете раздавать сумки? Я точно не знаю. Есть так, сегодня акция будет проходить, должна проходить, в ходе, насколько я знаю, у нас ВТБ. Планируем в дальнейшем и от Башани, там в больших таких магазинах, там есть много людей. Мы планируем предлагать людям такие сумки, позаботиться о нашей планете, о нашей стране в частности. Вот, делать такое добро. И также сегодня еще планируем вечером пройти с детьми по пляжу и почистить наш пляж для того, чтобы тоже показать, насколько вот много всего вот этого пластика, скопилось очень большое количество. И мы каждый день в магазинах выносим огромное количество пакетов. Это и от маленького пакетика, от стаканчик пластика, большие пакеты, все это выносится. И буквально через минуту все это выграшивается в мусорке. Она практически даже не используется. Все это такое минутное на самом деле приносит большой вред. Поэтому мы так вот решили провести все это. Считаем, что все-таки должна быть польза. Вот такой маленький шаг навстречу тому, что спасти нашу планету, нашу страну, наших детей, наше здоровье. Потому что все, что связано с пластиком, все наносит нам вред. И все это уже знают. Это как бы не какая-то новинка. Просто хочется, чтобы это то, что мы хотим, чтобы все люди то, что хотели, чтобы это действительно делали. Человек, чтобы начал с себя. Каждый человек должен позаботиться о том, что нужен ему этот стаканчик, нужен ему этот пластик. Возможно, я могу без этого обойтись. Понимаете? То есть, а мы можем. Мы же обходились как-то. То есть, если это невыгодно, может быть, тем, кто это, большие производства, заводы, фабрики, что такая индустрия, как бы уже все это запущено настолько. И, конечно, это будет очень тяжело, наверное. Будет бить по карманам и предприятиям, и магазинам, и всем. Все так к этому. Мы уже привыкли. В каком-то смысле это удобство. Положить что-то мокрое, вонючее, извините. Вот в такую тряпочку сложно, да. Но так было раньше. И наши бабушки и дедушки, они, а тем более сейчас, они это стирали, они это пользовали. Это было, я считаю, что это было намного правильнее и лучше.